здравствуйте это авторский проект автодрайв меня зовут артур мискорян сегодняшней программой мы продолжаем обсуждение итогов 2021 года с позиции рядовых покупателей и автомобильного бизнеса в нашей стране итак начинаем как мы знаем из прошлого выпуска за прошедший год казахстанцы приобрели в автосалонах 117 с половиной тысяч новых автомобилей за год рынок показал рост почти на 30 процентов это данные по продажам техники официальными дилерами казахстан оказался одним из немногих рынков показавших рост продаж на фоне общемирового дефицита автомобилей положительный тренд на нашем рынке продолжается с 2017 года для более детального измерения рынка подробного изучения спроса и прогнозирования трендов необходимо принимать во внимание и другие цифры а именно количество зарегистрированных автомобилей возрастом до двух лет что это значит вы или я можем отправиться за автомобилем в другую страну закон этого не запрещает так что данные о первичных регистрациях автомобилей включают как те автомобили которые куплены в казахстанских автосалонах так и те которые завезены в нашу страну ну скажем так в обход официальных дилеров прошу внимание на экран здесь на этом графике с разбивкой по месяцам мы можем видеть сколько автомобилей регистрировались в 2020 году и в 2021 у вас может возникнуть вопрос что за провал в апреле 2020 года а я напомню что тогда подавляющее большинство автосалонов нашей стране были закрыты из-за пандемии собственно поэтому и произошел этот провал не было фактически продаж но уже следующих месяцах как мы видим следующие два месяца рынок отыграл свои позиции еще раз ваше внимание на экран пожалуйста здесь вашему вниманию еще один график как видим между показателями в первом и во втором столбце есть существенная разница это отличие в показателях продаж официальных дилеров и показателях первичных регистрация автомобилей это самая разница на самом деле и есть серый импорт который включает в себя именно те автомобили которые жители страны завезли самостоятельно важно учитывать специфику продаж автомобилей в кредит когда мы смотрим на эти показатели дело в том что часто происходит так что автомобиль регистрируется в органах учета а со склада дилера он списывается в тот момент когда дилер получил от банка денежные средства за автомобиль еще в одном из столбцов как видите есть отрицательные значения складываются они из-за особенностей реализации автомобилей официальными дилерами дело в том что на определенную дату автомобиль может быть списан со склада но еще не выдан владельцу следовательно не зарегистрирован в органах учета на самом деле для наиболее полного наиболее подробного оценивания рынка и наиболее точного прогнозирования необходимо сопоставлять оба этих показателя это то о чем мы сейчас говорили продажи официальных дилеров и первичные регистрации автомобилей то есть именно такое сопоставление дает нам с вами наиболее полную картину для оценивания ситуации на рынке сегодня в нашей студии гость это павел федотов технический директор портала карма ки и зет павел добрый день спасибо прошу вас павел давайте с вашего позволения начнем с того что может ожидать авторынок казахстана что может ожидать потребителей бизнес в вот в этом 2022 году каковы ваши оценки ну если исходить из тех трендов и тенденций которые нам показывает 20 и 21 год то ждать стоит наверное роста цены на автомобили средней цены на автомобиле в зависимости от марки от производителя и наверное мы будем ожидать роста рынка в целом то есть количество проданных и произведенных автомобилей но не столь значительно какое могут предрекать некоторые эксперты это скажем так здесь я буду осторожен оценках по вашим оценкам опять-таки каких сегментах сейчас наблюдается наиболее заметный рост это может быть седаны кроссоверы определенные ценовые сегменты я понял ваш вопрос это однозначно кроссоверы свыше 60 процентов рынка это то что у нас продается ну скажем так выше и богаче чем обычные седаны которые могли бы продаваться и считаться скажем так социально экономически приемлемыми автомобилями все остальное это уже 60 процентов рынка занимается а вот с точки зрения стоимости автомобилей на какой сегмент приходится также значительный спрос выше 11 миллионов однозначно все что до 10 миллионов это вот эти 40 процентов все что выше однозначно большая доля рынка то есть по сути дела мы на нашем рынке имеем интересную ситуацию примерно одинаковое распределение как я сейчас понимаю между бюджетным сегментом и между сегментом уверенного среднего класса скажем так то есть кроссоверы свыше 15 я бы даже сказал что вот этот уверенный средний класс превышает доля бюджетных моделей возможно это парадоксально звучит для рынка казахстана но именно так спросом пользуются богатые в кавычках моделью то есть хорошего хорошей комплектации и у вас выше вероятность купить автомобиль здесь сейчас вы придете в салон и будете согласны на самую простую комплектацию потому что они чаще задерживаются в салоне все что выше вы будете долго долго ждать а то еще и заказывать отдельно а вот с точки зрения цен который мы сейчас имеем мы как вы сами видели в прошлом году наблюдали значительный рост в этом году вот эта тенденция продолжится если да то нам ожидать более ускоренного роста цен скажем так или темпы будут примерно сопоставимы с тем что мы наблюдали в двадцать первом году скорее всего мы будем видеть однозначный рост потому что не ничего не предвещает его остановки у нас все также сохраняется дефицит у нас все также сохраняется спрос возможно этот рост будет не столь значительный но он будет в том числе определяться еще и вторичным рынком на котором продаются почти новые автомобили вот с точки зрения тех регуляторных рычагов скажем так которые есть на рынке ему тот же утилизационный сбор каково влияние вот этих вот факторов на ценообразование по вашим оценкам ну то есть вот связи с теми обсуждениями которые сейчас идут по поводу утилизационного сбора насколько там будет скорректирована ставка как-то это на ваш взгляд скажется я не думаю что это значительно повлияет на цену на новый автомобиль который продается в салоне ну в первую очередь потому что для граждан для жителей казахстана которые покупают автомобили здесь на месте утилизационный сбор не оказывает значительного влияния на цену его так и не было в этой цене в этом имеете ввиду моделей которые здесь производятся здесь в казахстане мы говорим об отечной автосборке весь секрет в том что автопроизводители не получают там прямых дотаций это те деньги которые они заплатили в качестве утиль сбора и если автомобиль как они собрали здесь в казахстане они получают этот утиль за этот автомобиль обратно вот эту сумму не более того поэтому она не включена в стоимость ну хорошо скорректирует цену на утиль сбор как-то повлияет на конечную стоимость сборки автомобиля при том что мы платим те же самые деньги за автозапчасти за машинокомплект логистика стоит примерно до прежних денег утиль сбор в этом сегменте не очень большую роль играет кстати вот с точки зрения логистики в прошедшем году мы опять же видели заметное подорожание в силу там ситуации на китайской границе в силу общем мировой ситуации с контейнерами но вы также еще затронули сейчас такой момент как дотации производителям здесь наверное уместно говорить скорее не об утилизационном сборе да как это часто обсуждается сегодня о привлечении например кредитов на строительство заводов на расширение бизнеса но хорошо это наверное тема для отдельного обсуждения да скажем так но на ваш взгляд если мы сейчас ну позволим себе отодвинуть в сторону вот эти регуляторные рычаги то что на ваш взгляд все-таки больше влияет на цены ну потому как вы говорите о том что нам стоит ожидать роста и на самом деле я склонен с вами согласиться на самом деле просто было бы интересно узнать ваш точка зрения насчет того что подталкивает собственно цены вверх все очень просто если посмотреть на статистику ну на историю роста цен изменения цен на авторынке казахстана мы с вами увидим что например в долларовом эквиваленте цены на автомобили менялись не столь драматично то есть они их рост был не столь значительно 2015 год вот там была динамика собственно эту заметную динамику вы увидите в августе 2015 и после августа 2015 когда у нас случилась девальвация когда у нас резко провалились доходы населения тенговые в долларовом эквиваленте машины машинокомплекты остались стоить примерно те же самые деньги и вы видите что происходит сейчас с курсом доллара тенденции понятны если будет расти курс доллара неизбежно будут расти и цены на автомобиле в том числе хорошо я вас понял с точки зрения дефицита и с точки зрения того что вот весь прошедший год мы наблюдали эту ситуацию что несколько месяцев потребители были вынуждены ждать автомобили которые они предзаказали либо там идти на рынок вторичные искать какие-то предложения там в этом смысле у вас есть какие-то прогнозы относительно того смягчится дефицит в этом году или все-таки продолжится мы его еще будем ощущать этот дефицит ну с учетом того что происходит сейчас на рынке быстро такие вещи не откатываются назад и самое главное для многих для многих жителей казахстана автомобиль стал уже такой приличной инвестиции когда ты покупаешь новый автомобиль за одни деньги а через полгода или в год можно продать их совершенно за другие то есть 30-40 процентов это не предел того что можно получить на такой перепродаже а что вы можете сказать вот эта тенденция это вот наша локальная такая вещь которая наблюдается у нас или это все таки касается это в абсолютно в общем мировая практика в том же сша совершенно несут не единичный случай когда вы на аукционе покупаете автомобиль 3-4 летней давности за стоимость нового автомобиля из салона просто из салона у дилера вы его не приобретете силу того что его просто там нет физически а на аукционе пожалуйста вот он павел вот мы с вами наблюдали за цифрами продажи официальных дилеров это сто семнадцать с половиной тысяч автомобилей при этом как мы видели опять же ранее есть там определенные скажем так маленький но тем не менее успехи отечественных производителей на соседних рынках что можете сказать по этому поводу какие марки моделей о каком количестве вообще автомобилей идет речь вы знаете мы экспортируем умудряемся экспортировать свою сборку автомобили собственного производства экспортируем что неудивительно в россию причем даже сами россияне очень сильно удивляются когда видят автомобили казахстанской сборки например один из таких специфических примеров это владивосток где этим летом собираются запускать сервис каршеринга который базируется на электро мобилях собраста за создать казахстанской сборки один из наших производителей поставки планирует делать туда ну то есть это нормально если говорить об общем количестве если я не ошибаюсь это свыше 12 тысяч автомобилей в 2021 году это то что было подставлено на экспорт понятно что здесь сложный вопрос из разряда если у нас внутри дефицит как мы умудряемся экспортировать но здесь нужно скорее обращаться тогда к вопросу если у нас какие-то обязательства долгосрочные контракты подписаны по которым мы обязаны просто совершить эту поставку хорошо павел спасибо вам большое благодарю в общем и целом эксперты позитивно оценивают перспективы на казахстанском авторынке главным образом в силу того обстоятельства что рынок по-прежнему остается ненасыщен а покупательская способность пока что сохраняется и остается устойчивой в завершении одна новость недавно на автомобилях тесла продемонстрировали защиту от биологического оружия фильтры хэпа для воздуха в салоне было заявлено что эти фильтры задерживают более 90 процентов бактерий а для иллюстрации их работы рядом с автомобилем была взорвана дымовая шашка и при этом воздух в салоне оставался чистым ну здесь важно отметить один нюанс хэпа фильтры на самом деле используется в автомобилях уже довольно давно много лет и по сути не только в автомобилях домашних пылесосах например эти фильтры также используются все дело в том что в тесла установлен не один такой фильтр это был авторский проект автодрайв меня зовут артур мискарян всего вам доброго но